Всем привет! Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стекелинбург. У нас утро, 7 часов утра по симскому времени. Маркуша побежал, как обычно, собрался бежать на утреннюю пробежку. Лорика больше я не заставляю бегать, потому что, как вы видели, в прошлой серии она стала очень накаченной, поэтому не будем издеваться над девочкой, пусть она будет немножко женственной. В общем, не нужно нагружать ее физической активностью. Андрюша присоединился к Лорочке и они вместе танцуют. Вот Андреют пенсию получил, наверное, от радости и танцует. Кони у нас, видимо, тарелочку зажала для нано-бака и пошла ее помыла. Кони, ты пойдешь сейчас смотреть какую-нибудь передачу, чтобы поднять свой досуг. У Лорика есть в багаже пиратская карта, вот пусть они немножко потанцуют, и она пойдет выкопает что-нибудь. Может быть, что-то хорошее и попадется. Вот тут камушки есть, можно выкопать клад с помощью пиратской карты. И тут где-то, вот еще есть камушки. Пусть тоже покопает просто. Скоро Лорику в школу, поэтому долго копать у нее не получится, 24 минуты. Ну, может быть, что-то и успеет выкопать. Да, наша семейная пара обнялась. Давай, поднимай досуг, Кони, потому что она и так смотрит телевизор, да, и общается с Андреем. Потому что Кони сегодня через 10 часов на работу, и для повышения, а, кстати, повышение это будет уже последнее, ей нужно будет выполнить кое-какие действия. Нужен еще один навык кулинарии, и нужно написать кулинарную книгу. Лорочка нашла капсулу, молодец, и побежала, такая, как вроде она на пробежке, побежала за вторым камушком, чтобы его выкопать. Маркуша наш пошел кушать. Кстати, он взял, по-моему, сам салатик. Да, вот, молодец, правильно, взял салатик. Кони сейчас немножко еще поднимет свой досуг и пойдет писать кулинарную книгу, чтобы, наконец-то, мы могли повыситься. Конечно же, не в этой серии, но в какой-нибудь через серию. Ой, что ты на нее кричишь? Андрей, ты что? Не надо на нее кричать. Так, иди давай делай ванну, а то будешь тут всем настроение портить. Кстати, сегодня 9 дней, ровно как Андрей должен умереть. И если он эту всю серию проживет, то получается 10 дней. Он как должен умереть, но он все до сих пор жив. Кони, иди, пиши, писать поваренная книга. Да, напиши еще одну книгу, будешь как раз за нее получать денежки и как раз повысишься для этого на работе. Все, хватит смотреть телевизор. Маркуша у нас покушал, вот собрался нести тарелочку мыть, но ничего ты мыть не будешь, ты ее отдашь на набаку. Да, отдашь ее на набаку. И так как у тебя все в порядке с твоими потребностями, то иди дальше рассматривай небо. Лорочка, кстати, отправилась в школу. Название книги, ну, нормальное название. Я хотела сказать, что я вот поставила вот эти вот фигурки, которые Лорочка выкопала. Теперь они украшают нашу гостиную, в общем, и если нам нужно будет задание стать игривым, то мы просто включим эмоциональную атмосферу. И, а, ну сейчас никого нет в гостиной, поэтому никто не станет игривым. Но вообще вот просто можно включить эмоциональную атмосферу или выключить, и тогда оно подействует. В общем, пусть они будут на всякий случай, на случай вечеринки. И я хотела бы, может быть, соберем коллекцию, и будут у нас тут все стоять фигурки, которые имеются в этой игре. Конни пишет свою поваренную книгу. Молодец, у нее, в принципе, хорошо с потребностями, поэтому есть шанс что-то выполнить. Но, наверное, повысится шанс, все-таки пока нет. Андрюша создает ванну. Сейчас мы создадим ее, продадим. И я думаю, что пока мы тратить ничего не будем, потому что у Конни желание, а точнее не желание, а цель всей жизни быть сказочно богатой. И чтобы выполнить следующую ступень, нам в запасе нужно иметь 25 тысяч семиллионов. Я думаю, что Андрюша нам в этом поможет. Вот будет делать ванны, вот он как раз одну создал, и мы будем их продавать. У нас в багаже 4 ванны, давайте их продадим. Вот, хороший, превосходный, 5 тысяч. Вот, теперь у нас уже 10 тысяч на счету. Так что Андрей продолжает создавать ванны. Вот, и как я уже говорила, то Андрей, получается, уже 9 дней живет с тех пор, как его возраст перестал уже считаться. С тех пор, как возраст, ну, уже нету никаких даже цифр. То есть, по идее, он должен умереть, но он, слава богу, у нас жив. Вот, и если эту серию доживет, то это будет 10 дней. И, получается, он прожил еще одну старость. Ну, это, короче, замечательно. Назовем это эксперимент. Лорочка отправляется в кабинет советника по профориентации для обсуждения улучшения академических знаний. Советник дает различные вопросы. Ответит ли Лора честно или что-нибудь придумает? Я думаю, Лорочка что-нибудь придумает. Марк бы ответил честно. Лорочка что-то придумает. Советник про профориентации очень переживает. Из-за чрезмерного стресса, вызванного научной работой, Лора сама придумала. Ну, конечно, Лорочка научную работу бы не делала. И настаивает, чтобы ее освободили от предстоящих экзаменов. Ой, лучше под школу ее освободили. Ну, хорошо. Лора молодец придумала. И нам тут вышло сообщение, что Кони получила вот еще 317 и 258 за книжки. Так что пиши, Кони, книги. Это очень полезно для семейного бюджета. И написали также, что Марк снимок создал. Давайте посмотрим багаж Марка. Ой, у него тут даже три снимка. Может быть мы украсим им что-нибудь. Гостиную или вот мечта. Аплезиозаври. Ого. Ой, такая неплохая картинка. Так, это же точно такая же. Давайте ее продадим. А, они были две одинаковых. Ну, в принципе, такие облачка. Можно куда-нибудь повесить. Лорику. Да нет, лориконы. Они не идут. Ого. Вот как раз вот у Кони с Андреем они впишутся более, мне кажется, под цветовой гамме. Маркуша продолжает исследовать небо. Кстати, что можно видеть днем? Какие звезды? Если солнечный свет все, мне кажется, так ослепляет. Так, Андрюша еще одну ванну создал. Давай еще делай. Ну, я не буду тебя сильно мучить. Вот сделай еще одну ванну и тогда немножко отдохнешь. Может быть, искупаешься или что-нибудь полезное сделаешь. Так, Кони, давай делай уже. Ты заканчивай книгу, ты долго пишешь. Состояние у нее нейтральность, но это не влияет, я так понимаю, на ее книгу. Хотя я знаю, что если писать в состоянии вдохновения, то книги получаются лучше, по-моему. Ну, это как и картины. Если картину рисовать в состоянии вдохновения, то тоже они получаются лучше. Так, что там было за сообщение? Марк еще один снимок создал небо. Да. Любовь, не предначертанная звездами. Это опять та же самая картинка. И стоит она 210. Тоже ее продаем. Марк вот у нас теперь тоже пополняет семейный бюджет. Создает вот эти вот картинки. Точнее, он их фотографирует небо. Поэтому значительная прибавка, я думаю, будет к бюджету, когда его логика повысится еще. Сейчас у него пятый, почти шестой навык. И думаю, что будет потом еще лучше. Так, ну куда вы думаете, пошел наш гениальный Андрей? Конечно же, он пошел за микроскоп. Он думает, что это его микроскоп. У него все в порядке с потребностями. Поэтому я думаю, что можно, когда кони допишут книгу, чтобы они все искупались. И Марк тоже поплавали в бассейне. Марку будет полезно это для фигуры. Он у нас поддерживает ее, потому что мальчик, он молодой. Вот, скоро будет, наверное... Ой, ой-ой-ой. Андрей Сидоров прожил долгую жизнь. И теперь пора отправиться на тот свет. Он умирает от... Так, подождите, я нажимаю паузу. Я нажму паузу и приглашу тогда, может быть, кони сюда придет. Сейчас, наверное, смерть должна прийти. Я слышала, что есть такое действие, что можно умолять женица. Вот он идет. Блин. Да, я так надеялась, что все-таки он проживет подольше. Но, тем не менее, уже 9 дней, как я сегодня сказала, нельзя просить смерть дать второй шанс, если персонаж еще не умер. Не лезьте без очереди. Короче, Андрей еще жив. Да, наверное, самый печальный пока момент в нашей династии. Так, Маркуша... Это... Кони, ты, блин, книгу ты что пишешь? Муж твой умирает. Давай, иди сюда. Умолять сейчас будем. А смерть, кстати, с планшетом. Так. Вступиться за Андрей. Да, теперь появилась. Ну, давайте... А у кого, кстати, лучшее отношение с Андреем? У Марка... Нет, у Марка никудышнее. А вот у Кони хорошие. Так что, давайте, я знаю, в Sims 3 это очень влияло. Чем выше были отношения, тем больше шансов. Вступиться за Андрей. Простить второй шанс на жизнь для Андрей. Давайте, она сейчас уверенная в себе. Пусть сделает это действие. Может быть, что-то и получится. Так, смерть. Какая-то совсем такая навороченная. Что-то у нее тут на цепях. Прибито, пригвожено. Не знаю, книга какая-то. Какой-то зайчик-брелок. Вот, она просит смерть дать Андрею второй шанс. Но мне кажется, смерть не даст. Потому что, во-первых, это маловероятно... А я... Что, дала, что ли? Не пойму. Или она... Она радуется? Нет. Так, а ну-ка еще. Андрей... Андрей до сих пор валяется. И у него старческая смерть действие. Так, чуть не пойму. Может быть, Марку... Нет, на смерть нет действия. И Коне тоже уже нельзя кликать. Ни на Андрея, ни на смерть. Ну, посмотрим, что произойдет. У меня это первый Сим, который умирает в Sims 4. Да, видимо, смерть Андрея, я так понимаю, забирает с собой. Или нет? Нет, Андрей остается с нами. Да, он остается жив. Ни фига себе. Ого. И у него все нормально с потребностями. И у него появился мудлет на волосок от смерти. Побывав на волосок от смерти... И радикулит сразу же. Сделаю скрин, кстати. Побывав на волосок от смерти, любой персонаж станет ценить жизнь. Вот как. Вот как. Так, Андрюша, это был стресс, конечно, для всех нас. Я была сама в шоке. Так, иди давай, что там, в туалет хотел. Сейчас, в общем... Смерть, а ты решила с нами подружиться? Или тебе телек наш нравится? Это, кстати, Андрей вот его сделал. Прикольно. Так, давай, Андрей, скушай тортик по этому поводу. Так, а мне было бы спокойнее, если смерть бы вообще покинула этот дом. Потому что как-то ходит тут с косой. Пугает всех. Маркуша... Маркуша картину создал. Ну, давайте потом уже на картину посмотрим. Маркуша, иди-ка ты просто здесь, сядь, посиди. Нет, не нервируй смерть, а то сейчас тебя еще заберет. Конни, отдай, отдай тарелочки. Так, а смерть, видимо, в туалет пришла, я не пойму. Я думаю, что Андрюша выжил, потому что у Конни было состояние уверенности в себе. Она у нас самоуверенная. И это дало Андрею второй шанс. Наверное, если у персонажа какое-то эмоциональное состояние, то легче все-таки выпросить у смерти. Я скажу вам так, в Sims 3 у меня ни разу в жизни ни один персонаж не получилось уговорить смерть, оставить Сима. Вот в Sims 2 такое, по-моему, было, а вот в Sims 3 не было. Короче говоря, нам крупно повезло. И смерть, по-моему, таким образом исчезла. Да, замечательная серия. Начало впечатляет. Конни, ты книгу дописала или нет? Конни нифига, она не написала? А, ну, конечно, она не написала, потому что она отвлеклась на очень важный момент. Так, Маркуша, что? А, вот вы с папой тут сидите. Вы знаете, я думаю, что... Так, нет, подождите. А почему, Конни, ты ту книгу не дописала? Ты же там писала какую-то 100 советов. Поваренная книга. Странно. Ладно, бросай тогда эту книгу. Тебе ее еще очень долго писать. Идите все поплавайте в бассейне. Плавать кругами. Лорочка тоже возвращается со школы. В общем, все у нас весело. Лорочка поплавает. Она у нас шаловливая. Маркуша поплавает. И Андрей тоже. В общем, все пусть плавают. У нас сегодня праздник. Андрей спасся от смерти. А то он должен быть уже 9 дней как мертвый. Как он должен был умереть. Но он у нас не умер. И мы ему дали еще второй шанс. Интересно, насколько теперь его хватит. Андрюш, ты тоже иди плавай. Иди плавай. Тебе сегодня можно. Ты у нас отдыхаешь. Короче... Не, ну ванны ты, конечно, тоже будешь делать. Ну, пока можешь отдохнуть. Вон там. Лорочка, по-моему, уже прыгнула. Короче, тарелочку не могу продать. Отдать этому не на баку. Так, Андрюша вот так тоже плюхнулся в бассейн. И пусть все поплавают, потому что у нас сегодня выходной. Конечно, у нас не выходной, у нас понедельник. Но день у нас сегодня хороший. Мы спасли нашего Андрея от смерти. И у кони, кстати, тоже мудлет. Смерть под каблуком. Надо быть веселым, надо быть смелым, чтобы противостоять смерти. Но у вас получилось. Если это получилось, то получится и все остальное. Ну, я думаю, да. Если коне удалось уговорить смерть, даже не уговорить, а заставить. Если она у нас была самоуверенная в себе, то все у нас, конечно же, получится. У нас уже 10 тысяч симолеонов на счету. Нужно 25 тысяч. И тогда кони исполнит вторую ступеньку к мечте своей жизни. Кони на работу нужно через час. Давай тогда выходи, иди сходи в туалет. Займись своими делами. Самоуверенная ты наша. Хорошо, что я выбрала черту характера самоуверенная. Если бы не эта, то, видимо, Андрея с нами уже не было бы. Так, что там за картинка, которую наш Марк создал? Давайте на нее посмотрим. Может быть, где-то ее разместить. А, красная, по-моему, у нас красная комната. Это как раз у Маркуши. Хотя у Марка тут и так картина висит. Давайте вот эту уберем, ее продадим. Да, она, кстати, и не подешевела. А вот эту вот оставим. Она больше здесь сочетается, нежели предыдущая. Так, Андрюша тоже плавает. Лорик, наверное, уже выходит из ванны. Она и сама вышла. Да, иди там скушай тортик. И я бы хотела, чтобы она открыла капсулы, которые она выкопала. Да, Лорочка стала сильно мускулистой. Наверное, даже нужно ей будет запрещать купаться в бассейне. Потому что, ну, совсем как-то девочке это не идет. Быть такой накаченной. А вот Андрюше не мешало бы, конечно, спортом позаниматься. Андрей, ты у нас вообще заслужил. Иди дальше, плавай, развлекайся. Надеюсь, конечно, это не повлияет. На что-нибудь плохо усталость тебе не придаст. Потому что, если пожилые персонажи долго занимаются спортом, то это плохо сказывается на их здоровье. Они, в общем, могут умереть от этого. Так, Кони, тебе скоро на работу. Да, пора на работу. Так что, иди давай. Она только купальник одела. И уже пора переодеваться. И вот так они вдруг-вдруги прошлись. Маркуша, кстати, до работы 17 часов. Он у нас тоже сегодня работает. Чистюля пошла. Во-первых, там Марк на унитазе. Во-вторых, отдай тарелку на набаку. И, пожалуйста, открой-ка ты капсулу. Мне интересно, что там у нас в этих капсулах. А, у нас одна капсула. Я думала, две. И еще одна пиратская карта. И мы получили Тобор. Давайте этого Тобора попробуем поставить сюда. Вот такой вот Тобор, похожий на робота. Пусть стоит и украшает нашу гостиную. Так как у Лорика есть еще одна пиратская карта, то мы сейчас поищем какие-нибудь камушки. Может быть, тут у тети Хельги что-то завалялось. И пусть она выкопает клад. И просто покопает камушки. Ну, как-то камни, наверное, еще не обновились. Они, наверное, через время снова нарастают. Или как-то появляются. Короче, пока камушков у нас мало. Маркуши на работу скоро. Как скоро? Нет, через 17 часов. Он у нас работает с утра. Это хорошо. Я люблю, когда сильно с утра работают. Что-то он делает. У нас, в принципе, все выполнено для того, чтобы получить повышение. Нужно играть еще, наверное, да? А ежедневное задание... А, у нас завершено. Так что все у него хорошо. Лорика опять нашла капсулу. Но пока вскрывать не будем. Пусть все остальное тоже найдет. С кем бы нам тут пообщаться? Кстати, почему-то Венди не приходит. Обычно только серия начинается или середина. Так она уже пришла. Кстати, у нас вот... Ой. Можно смерти отправить сообщение. Можно сообщение отправить. Можно поболтать. Можно, наверное, со смертью подружиться. И даже три черты характера у смерти. Интересно, конечно. Я вот смотрю, что Венди, Сэнди, они... Джена... Кстати, у Джены почему-то одна черта характера, как у ребенка. У Венди две. Значит, они еще подростки и взрослыми не стали. Вот. А Марк у нас взрослый, поэтому заводить никаких отношений с подростками он не может. Андрей у нас наплавался. Давай, хватит тебе плавать. И почему-то у него жажда флирта. Он покупался в ванной и захотел флиртовать. Давай, иди-ка ты делай ванну. Хватит расслабляться. И так сильно расслабился. Не знаю, что так на него подействовало. А, это, наверное, его безумная черта характера. Вот это... Мудлет Эликанто Шмеликанто. Оно на него подействовало, и он стал у нас таким кокетливым. Так, Андрюш, иди делай ванну. Молодец ты наш. Так, Лорочка, камушки копаешь. Ага, накопала. Уже давай, возвращайся домой и откроем, что там у нас получилось. Что там мы получили, что у нас получилось добыть. Маркуша у нас возбужден... О, вдохновение у него состояние. И что-то он тут... А, волнительное повышение. Ну так, Мудлет, значит, нет повышения. Он еще ни разу в жизни не ходил на работу, а уже страдает от того, что нет повышения. Это все из-за того, что у него черта характера карьерист. Он что-то пошел... А, Лорочку обнять. Вот сами они обнимаются. Мне это все нравится. Так прикольно. И оба в купальниках. Боже мой, Лора, ну это страшно. Это страсть. Тебе надо срочно длинные штанцы одеть. Я, наверное, тебя в следующей серии приодену. Так, иди-ка в туалет. Да, Маркуша сходит с ума. Марк, иди-ка ты занимайся. Вот практикуйся в программировании. Наверное, это тебе повысит навык. Тем более, ты у нас теперь программист. Так что это тебе не помешает. Вот, Марк у нас, слава богу, устроенный. Хоть и не накачанный, но мне его фигура очень нравится. Так, Андрей Иванов создает. А Лорик сейчас откроет капсулу. Да, откроет раз капсулу. И все, у нас одна капсула. Да, и получили что-то. И получили зомби Карл. Мне кажется, уже был у нас какой-то такой, но, наверное, мы его продали. Давайте его сюда поставим. У нас теперь есть зомби, робот. В общем, весь набор. Даже повар. Ну, конечно, набор еще не весь. Вот можно тут посмотреть. Нет, не тут. В багаже есть коллекции. И вот можно посмотреть, сколько мы лягушечек собрали. Сколько фруктов всяких там. Вот. Это наша коллекция призы My Sims. В общем, собирать нам еще долго. Но половину и, наверное, больше мы собрали. Я думаю, собрать всех этих фигурок и поставить здесь в гостиной. Пусть стоят, украшают. Так, Лорик, куда собралась? Лорочка в 8 часов вечера собралась спать. Не будешь ты спать? Иди-ка ты выпей кофе. Да, чтобы так рано не захотеть спать. Андрюш, иди создавай еще одну ванну. Да, рано тебе еще спать. Вообще, всем рано спать. Что так рано хотите? А я пока продам, что там получилось. Андрей создал три ванны. Давайте их продадим. И у нас уже почти 14 тысяч. Это замечательно. Так что, Андрюша, давай, иди делай еще в ванну. Лорочка выпьет кофе, чтобы так рано не ложиться спать. Вот Маркуша до сих пор практикуется. В общем, пусть они до 10 вечера еще тут погуляют. А потом уже отправлю их спать. Коник, кстати, до сих пор на работе. И, может быть, тебе что-то скушать? Или еще не надо? По идее, Лорикуб надо бы фитнес повышать. Скоро выйдет, кстати, дополнение спорт, карьера. И я Лору, конечно же, устрою в спорт. Поэтому ей нужен фитнес. Но, глядя на ее фигуру, мне страшно даже садить ее на тренажер. Она у нас в возбужденном состоянии. Кстати, вот после того, как выпьется какой-то напиток, Сим выпьет, я заметила, что начинает быстро падать естественная нужда. Кофе или чай. Так, отдай тарелочку. То есть, отдай кружечку. Кстати, вот мы за кофе заплатили 8 симолеонов. А продали за 40. То есть, мы 32 симолеона буквально из ничего сделали. Так, Лорочка, мне страшно вообще что-то тебя заставлять делать. Она вот сама решилась боксерскую грушу. Нет, иди тогда, ты у нас будешь собирать фигурки My Sims. Так что, иди вот тут покопай. Может быть, соберешь что-нибудь. Пока все равно еще рано ложиться спать. Да, еще не восстановились наши камушки. Наверное, нельзя так часто их копать. Они долго заново вырастают. Так, что тут? Серия у нас, в принципе, уже затягивается. Я подожду, пока конь не вернется с работы. И, наверное, как обычно, всех уложу спать. И тогда попрощаюсь и закончу серию. Андрюша создал еще ванну. Маркуша, иди покушай. Нет, Маркуша, давай, я передумала. Там же салатик есть. Скушай салат. Кстати, кони надо будет опять в следующей серии много всего наготовить. Мне нравится. Она всегда готовит 4 блюда разных. И нам хватает на несколько серий вперед. Андрей. Ну да, теперь можешь покушать. Нет, ты тоже покушай. Если там есть салатик, тебе тоже не помешает полезная еда. Покушай, а потом уже отправишься спать. У него до сих пор мудлет на волосок от смерти 16 часов. Я, наверное, думаю, что до сих пор, пока этот мудлет есть у него, то, наверное, смерть за ним не может прийти. Ну, я так на это надеюсь. Ну, вот видите, то есть пожилые персонажи в Sims 4 стареют таким образом. Наверное, когда у персонажа заполняется полностью его полоса жизни, то есть он проживает гарантированно, я так понимаю, 10 дней, а потом в любой момент может умереть. Вот у меня Андрей получилось, прожил свои 10 дней старости, потом выпил омолаживающий напиток, еще раз прожил 10 дней старости, и потом прожил 9 дней, и за ним пришла смерть, но мы от нее спаслись. Короче говоря, наш Андрей старый уже 29 дней. Достаточно долго. Так, Лорик, где ты там? Ты у нас капсулу какую-то выкопала или нет? Нет, капсулу сегодня она не выкопала, сейчас они у нас все позанимаются своими делами, и пора, наверное, их отправлять спать, потому что уже вечер. Конни как раз вернулась с работы, получила хорошую зарплату. У нее уже хорошая зарплата, и я думаю, что пенсия будет тоже хорошей. Отправляю всех спать. Моркушу. Конни давайте пусть покушает, и тоже идет спать. Она может что-то съесть, конечно, тортик она съест, чтобы по калории не было. Андрей сам пошел спать, да, молодец. Вот, Конни с Лорочкой сейчас тоже покушают, и улягутся спать. А я буду прощаться. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео о семье Стекеринбург. Сегодня у нас была замечательная серия, в которой мы спасли нашего Андрея от смерти. Не от жизни, мы жизнь продлили. Вот, и будем надеяться, что он еще у нас поживет. А если вдруг смерть придет, попробуем отмазаться от нее еще один раз. Всем спасибо и пока.